Еле успела на эфир сегодня, представляешь? Там такие пробки, кошмар какой-то. Надо было пораньше выходить. Что значит пораньше? Насколько пораньше? Не за 20, а за 30 минут? Каких 30 минут? За час, а то и за полтора, а может быть лучше за два даже. Нет, ну подожди, ну мне ехать-то не так долго, минут шесть, ну десять максимум. Вообще-то не ехать сегодня нужно было, а пешком идти. На календаре 5 апреля, день пешком на работу. Так давайте оставим машины около дома и прогуляемся до офиса. И это поможет нам добавить активности в нашу жизнь и улучшить настроение. Доброе утро, губерния. С вами будущий чемпион мира по ходьбе Виктор Стеблев. И будущая чемпионка мира по сиденью на диване Виолетта Маджар. Я, между прочим, на диване сижу с пользой. Вот уже готова рассказать зрителям, что нас ждет сегодня. А ты готов? Давайте я начну. Как правильно ходить и почему это важно? Давайте разберемся вместе с нашим экспертом. Вечер с книгой в руках. Отличный план на пятницу. Рубрика читалка подскажет, какое произведение выбрать. Пришло время достать велосипед из гаража и подготовиться к новому сезону. Советы от нашего гостя. А вот совет от меня. Если пешком ходите мало, просто заведите собаку. А как за ней ухаживать, расскажем в сюжете. А пока узнаем у наших телезрителей, как часто они совершают пешие прогулки. Каждый день. А на какие-то длительные дистанции или там, допустим, на работу с работы это делать? Ну, вообще стараюсь. Когда есть возможность не садиться на общественный транспорт, ходить пешком. Ну, так же вот с ребенком гуляю, с коляской. Настолько, насколько это можно совершать. Если есть время, конечно, совершаем. Далеко? Ну, норму суточную нужно находить. Десять тысяч шагов ежедневно, конечно. Это норма. Каждый день до работы, с работы и во время работы тоже хожу. То есть свободное время уже ходить пешком не хочется? Нет, всегда люблю ходить только. Я вообще не люблю ездить где-нибудь, я люблю только ходить. Часто. Куда? Это какие-то короткие дистанции или прям длинные забеги? Ну, больше короткие, наверное. Каждый день. И всем рекомендую. Так, вместе хоть. И снова доброе утро, друзья. Продолжаем отмечать день пешком на работу. Но на самом деле пешком это хорошо, но иногда хочется посидеть, спокойно пообщаться с друзьями в хорошей непринужденной обстановке, например, за чашечкой чая. И как раз у нас сегодня на нашем диванчике наш хороший друг, чайный специалист Антон Лукьянов. Доброе утро. Доброе утро, Антон. Как мы рады вас видеть. Спасибо. Всегда, всегда, всегда рады. Антон, какой же чай лучше всего попить с друзьями в хорошей обстановке для хорошего отдыха? У каждого, я думаю, наверное, будет чай свой, но мы как объединяющий элемент чаще всего используем пуэр. Потому что он примерно у всех одинаково, организмом воспринимается одинаково положительно и имеет очень приятный и бодрящий эффект, развязывает язык. А у меня другой вопрос. А когда мы прогуливаемся пешком, очень популярно сейчас брать с собой кофе и из тех гулять. А есть вот такой вот чай, который придает бодрости, который ты можешь пить и идти навстречу своим приключениям и всему самому хорошему? Что интересно, именно этот чай мы сегодня... Да, и будем пить. Это пуэр, но это пуэр необычный. То есть, например, чтобы брать с собой чай, его нужно брать в какую-то емкость, в которой будет поддерживаться температура, в термос. Никакой чай термос не выдержит. А вот черный пуэр в формате четоу, что переводится, чайные головы, можно заваривать прямо в термосе. Можно послушать? Да, конечно, я вот в чехе, да, положил. Его можно брать с собой, он достаточно долго заваривается, и что любопытно, у него нету критичной точки экстракции. Такой землянисто-чайный аромат. Вот это послушайте. Землянисто-кальмаровый, возможно, даже у него так немножко сухого кальмара есть в ароматике. А это уже разваренный лист. А как пуэр относится к друзьям и подругам? Например, мята или... Любое сочетание вполне себе интересно. Тут поле для экспериментов ничем не ограничено, поэтому можно пробовать. Но что любопытно, некоторые исследования, как я вот могу вспомнить, указывают на то, что в пуэре есть галловая кислота, что является таким своего рода природным жиросжигателем. Это, конечно, имеет очень низкий коэффициент полезного действия, но все-таки имеет. Поэтому теоретически пуэр можно использовать как раз как продукт для длительных прогулок. Для того, чтобы быть в тонусе, немножко калорий пожечь, и для того, чтобы чувствовать себя в целом хорошо. Потому что все-таки кофе воздействует слишком прямолиненно. Пуэр держит эффект долго, и при этом держит его очень сдержанно и мягко. А четоу, который мы сегодня будем пить, это пуэр, который фактически нереально приготовить неправильно. Вот, я только хотела спросить, как его правильно приготовить. Процент заварки какой должен быть насыщенности, процент насыщенности? Где-то 10 грамм я вот положил на такой чайник в 250 миллилитров и настаиваю уже 5 минут. И ему ничего не будет, даже если я буду настаивать его час. Это абсолютно такой интересный продукт, который нереально как-то перезаварить. Дело в том, что четоу это продукт естественного образования. Вот эти комочки получаются с помощью того, что некоторое сырье слепается в процессе производства естественным образом, а слепается то сырье, в котором много сахаров и клейковины. И когда чайные горы, которые ферментируются, начинают ворошить, у нас образуются вот такие вот комочки. Ну, очень интересно. Я вот сейчас послушала аромат, и он какой-то фруктовый или, может быть, даже ягодный. Мы его назвали ликерный. В нем есть оттенок, напоминающий шоколад и коньяк. И вместе это похоже на коньячные вот эти конфетки из темного шоколада с таким очень плотным бальзамическим ликерным вкусом. А я думаю, что ты такая сладенькая, понять не могу, что... А сколько за день можно выпить? Ну, разрешается, что ли, норма поэра? Все максимально субъективно. Нужно, конечно, смотреть по своим ощущениям, Но из личной практики, наверное, я могу сказать то, что миллилитров 700-800 вообще запросто. Ты посмотри, из какой чашки я сегодня буду пить. Это же натуральные материалы. Да, это бурятский нефрит. А как-то влияют натуральные материалы на работу самого чая? Думаю, что нет. На самом деле нефрит далеко не идеальный вариант для чашки. Самый идеальный считается фарфор, потому что он инертный, он быстро остывает. Это вкусный поэр. Очень вкусный. Тут никакой земли, тут никаких вот этих увядших листьев подлеска, ничего такого негативного. С учетом того, что я в принципе люблю поэр, это довольно необычный для меня вкус. Непривычно насыщенный вкус. При том, что он очень долго наставился, а вот послушайте, как он пахнет в разваренном листе. Очень интересно. Он будет сладкий, ликерный, бальзамический, густой и весьма плотный. И вот этот чай как раз можно... Кстати, вот ликерный как нельзя лучше, мне кажется. И он еще такой прям немножко приторный. То есть у него прям есть ароматика с перебором. Поэтому можно в термос, например, в полтора литровый, положить вот несколько таких вот камушков и взять с собой. Банный аромат такой. А мне вот сухофрукты напоминают. Сухофрукты. Мы отметили в дегустации красный изюм. Вот отдельно. Да, кстати, кстати. Поэтому он немножко еще похож на рубиновый портрет. Вот сейчас аромат идет. У меня лично ассоциация с баней по-черному. Может быть. Прям вот там немножко дерево есть и немножко есть дымка. А сколько вот раз его можно будет еще заварить? Вот мы сейчас тут видим... Четол у чайной головы. Это удивительно бесконечный продукт. Проводились эксперименты, ну такие условные эксперименты в Питере. Ребята варили целый день его в мультиварке. И просто он весь день кипел в мультиварке. Они подходили, брали половник, наливали и доливали воды. И вот он целый день выдержал. То есть это бесконечный продукт. Ну вот, что любопытно. Я этот чай заваривал максимум, сколько это возможно. Тут у нас заварок, наверное, 10. Через него прошло литра 3 воды. А его можно обратно высушить и потом использовать вновь? Ну, я думаю, теоретически возможно. Но мы как обычно делаем. Если он спивается, листочек ломаем вот так вот и завариваем еще раз. Этим усиливается экстрактивность. Да, конечно. Скажите, а как влияет на организм, на здоровье организма ПОЭР и его количество? Хорошую концентрацию внимания дает. Это такая очень контролируемая бодрость. Это связано с тем, что помимо широкой алкалоидной группы, где у нас там теофилин, теабромин и все остальные вещества, у нас есть гамма-аминомасляная кислота, которая немножко снимает напряжение с центральной нервной системы. Поэтому ПОЭР нас бодрит, но при этом бодрит очень мягко. Хорошо, приятно бодрить. Да, да. С ПОЭРом очень удобно работать, очень хорошо разговаривать, очень хорошо вести лекции, потому что он не дает вот этих кофейновых скачков. И у него нету фактора, ну, такого вот медленного опускания, когда вот у нас все наоборот падает и ничего не хочется делать. ПОЭР бодрит долго, но мягко. И бодрость более контролируемая и более осознанная. Ну, очень здорово. Спасибо большое, Антон. Прекрасно. Каждую пятницу радуйте, радуйте, радуйте и радуйте. Спасибо, Антон. Спасибо. Прекрасного вам настроения сегодня, потому что наше настроение увеличилось в разы. Бодрость увеличилась благодаря вашему вкуснейшему ПОЭРу. Спасибо. А ты знаешь, что необходимо к хорошему чаю? Что? Ну, конечно же, к хорошему. Это понятно. Но еще хорошая книга, Виктор. Ну, конечно. А что же нам порекомендует к прочтению, узнаем прямо сейчас. Так, так, так. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я вам расскажу о книге «12 вечеров с классической музыкой. Как понять и полюбить великие произведения». Автор этой книги Юлия Казанцева, известная пианистка, кандидат искусствоведения. Под обложкой этой книги собраны любопытные факты, курьезные ситуации и просто рассказы великих гениях самых разных временных эпох. Если вы не знаете, как начать или, может быть, продолжить изучение классической музыки, то дайте шанс этому произведению. Данная книга построена по принципу 12 глав. Каждая из глав посвящена одному композитору и его известному произведению. Это, в свою очередь, читателю позволяет погрузиться в мир музыки, познакомиться с творчеством великого композитора, понять его мысли и идеи. Одним из главных достоинств этой книги является то, что автор не просто рассказывает о музыке, а предлагает практические советы по прослушиванию и восприятию. Данная книга находится у нас в библиотеке. Автор не только подробно описывает историю создания произведения, но и показывает особенности музыкальной структуры, а также их стиль. Также в конце каждой главы представлены QR-коды. Данные QR-коды направляют нас на прослушивание великих произведений наших любимых гений. Данная книга мне понравилась тем, что она знакомит нас с известными произведениями великих гениев, а это, в свою очередь, еще больше проявляет любовь к музыке. И снова доброе утро, друзья. Мы продолжаем. И у нас в гостях Виктория Захарченко, инструктор по северной ходьбе и спортивный судья третьей категории. Доброе утро. Ух ты, доброе утро. Я смотрю, вы к нам с вами пришли с главным своим инструментом, палочками. Как они правильно называются? Палочки для ходьбы, да. Палочки для ходьбы. Так, что такое северная ходьба и в чем ее отличие от скандинавской? Скандинавская ходьба в простонародье. Мы так сейчас оставили. То есть, как бы, у меня два направления – оздоровление и спортивное направление. Вот в спортивном зарегистрировали как северная ходьба. А между собой называем скандинавскую. То есть, северная ходьба и скандинавская ходьба – это одна и та же ходьба. Это одно и то же. А чем вот такая ходьба отличается от обычной ходьбы? Почему обязательно надо ходить с палочками, а не просто так? Ну, не обязательно, можно и просто ходить, польза будет. Но если с палочками ходить, и так как нужно бы ходить по технике, то больше мышц включается. То есть больше расходуется калорий, и интенсивнее мы ходим. Но, в принципе, любая физическая активность хороша. А какие мышцы задействованы, и чем это полезно? Ну, считается, что 90% мышц тела участвуют в этой ходьбе. Но просто очень многие думают, что купил палочки, и эти мышцы прилагаются к палочкам. А, на самом деле, не так. На самом деле, во-первых, их нужно найти. Во-вторых, нужен человек, который поможет вам их найти. И если вы не суперспортсмен, который пришел в эту ходьбу как один из видов активности или в межсезонье для тренировок, то есть и такое есть. Схватил палочки и пошел, еще не значит, что ты ходишь правильно, да? Лучше узнать информацию. И, скорее всего, неправильно. И, скорее всего, неправильно. Потому что то направление мое, которое спортивное, где я северной ходьбой занимаюсь, я судья и уже второй категории. То есть вот у меня там быстро меняется, есть куда расти. Там я уже судила чемпионаты России, Кубок России судила. Ух ты! И, несмотря на это, ну, всего было два, вот в этом году третий будет чемпионат. Несмотря на это, даже туда приходят бывшие спортсмены, которые думают, что они взяли палочки, и они сейчас всех пришли победить. Судьи стоят на трассе для того, чтобы отслеживать технику передвижения. Вот я как раз так и хотела узнать, что... Да, и если... Ну, там есть определенная техника, не будем заострять внимание. Если есть нарушение, то есть не туда рука пошла, не туда нога пошла, то мы ставим и ставим штрафные баллы. А, вот даже так. То есть помимо нарушений можно и навредить даже себе неправильной ходьбой? Ну, уже не в спорте. Нет, в спорте там, пожалуй, не навредишь. То есть это мы вернемся к скандинавской ходьбе, и вот там можно навредить. То есть когда вышел человек на пенсию, решает, что теперь у него достаточно времени, чтобы заняться какой-то активностью, дети подарили... Ну, как правило, это пенсионеры, потому что молодежи все-таки некогда ходить, да? Так, так, так. Дети подарили палочки, которые, опять же, не всегда соответствуют тому, что нужно заниматься, да? И вот там можно навредить. То есть неправильные палочки, а многие с лыжными даже выходят, неправильная техника, вышли на асфальт, вышли неправильные обуви, и вот вместо того, чтобы оздоравливаться, получили негативный опыт, и потом говорят, ой, нет, это не для меня. Ну, а мы сейчас делаем шаг навстречу к нашему сюжету, и потом шаг назад для того, чтобы вернуться в нашу студию. Здравствуйте! С вами Удачные заметки. Каждый год на рынке появляются новые огуречные новинки, привлекающие внимание огородников. Однако, чтобы завоевать популярность и любовь среди овощеводов, им предстоит пройти нелегкий путь. В компании «Гавриш» есть несколько давно зарекомендовавших себя гибридов огурцов, которые прочно заняли места на наших грядках и стали многолетними лидерами продаж. Вот они. F1 «Кураж» – один из самых известных гибридов огурца от компании «Гавриш». Для защищенного грунта полюбился за стабильно высокие урожаи, хорошую устойчивость к болезням, высокий процент завязываемости плодов. Одновременно в разных узлах может наливаться до 30 огурцов. Прекрасно сохраняют товарные качества. Плоды с плотной мякотью, транспортабельные. «Кураж» подходит для засолки, салатов и маринования. Гибрид устойчив к оливковой пятнистости, настоящей и ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики. Очень красивые плоды у скороспелого гибрида «Мурашка». Короткие, с крупными широкими бугорками, черношипые, в классической русской рубашке. В каждой пазухе образуется 4-6 завязей. Гибрид можно выращивать как в защищенном, так и в открытом грунте. Имеет длительный период плодоношения, благодаря хорошей устойчивости к болезням, особенно к мучнистым росам. «Мурашка» – идеальный выбор для засолки. «Ф1 Зитек» – еще один отличный выбор для любителей огурцов в русской рубашке. Тоже идеально подходит для засолки, пикулей, корнишонов и маринования. В одной пазухе образуется от 2 до 8 завязей. Огурчики получаются ровными, без горечи. «Ф1 Зитек» хорошо плодоносит в открытом грунте и пленочных теплицах. Гибрид устойчив к корневым гнилям, настоящий мучнистый росет, вынослив к ложной мучнистой росе. «Ф1 Теща» – дает высокие урожаи в открытом грунте. Плоды обладают великолепным вкусом, никогда не горчат. Великолепны и в засолке, хрустящие, упругие. Неприхотливый и холодостойкий. Плодоносит до конца сезона. Гибрид «Ф1 Теща» подходит и для теплицы, для открытого грунта и для временных укрытий. Ежедневно можно собирать по 5-8 плодов. Гибрид устойчив к настоящей ложной мучнистой росе и корневым гнилям. Специалисты компании «Гавриш» советуют при выборе сортов и гибридов огурцов обязательно учитывать их устойчивость к болезням и вредителям. Ведь очень обидно, когда сводятся на нет все наши старания по уходу за растениями. Больше всего огурцы страдают от мучнистых роз. Редкий сезон обходится без этих заболеваний. И тут стоит обратить внимание на предложенные гибриды. Кураж, мурашка, зятек и теща. Они обладают сильной корневой системой, мощным вегетативным ростом, высокой урожайностью и мало поражаются болезнями. Эти огурцы успешно противостоят мучнистой росе, корневым гнилям и пятнистостям и стабильно плодоносят даже в неблагоприятных условиях. Их обязательно нужно иметь на огороде для подстраховки. На сегодня все. До встречи. Виктория Захарченко сегодня у нас в гостях. Говорим о скандинавской и северной ходьбе. Выяснили, что это одно и то же. И выяснили, что можно ходить неправильно. Вы сказали неправильная обувь. А какая правильная? Расскажите. Ну, это спортивная обувь. Либо для бега, либо для трекинга. То есть подошва на пяточке должна быть чуть-чуть приподнята. Хорошо. Потому что это опять связано с техникой передвижения, потому что мы идем перекатом с пятки на носок. Виктория Викторовна, вы сказали неправильные палки. Кто-то берет даже лыжные. А какие правильные? Там какие-то характеристики в зависимости от роста человека или вес какой-то должен быть у них особенный? Ну, во-первых, палочки бывают цельные, бывают телескопические. И цельную палочку подбирают по формуле. Рост умножить на 0,68. Некоторые говорят 0,66. Но там плюс-минус 5 сантиметров в правилах, если это уже спорт идти. Бывают палочки телескопические, их проще подобрать. Но главное даже это не рост подобрать, а саму палку. То есть это и материал бывает. Бывают алюминиевые, бывают карбоновые. То есть по весу, что ли? Да, там и вес, да. То есть процент содержания карбона, либо алюминий. Но самое главное это темляк. То, что одевается на руку, должно быть не петлей, а полуперчаткой. Хорошо, а дыхание? Правильное дыхание во время северной ходьбы? Как мы резко перешли от палочек в правильный. Я хочу много тем рассмотреть сразу. Давайте, чтобы закончить тему палочек, в магазине сейчас очень большой выбор. И даже если написано палочки для скандинавской ходьбы... Это еще не значит. Это не значит, что они для скандинавской ходьбы. Поэтому лучше бы сначала найти себе тренера, инструктора, прийти на первое ознакомительное занятие, и тренер все вам расскажет. И тогда вы придете в магазин уже, не поведетесь на то, что вам мальчику в магазине спортивном говорит, вот это вот, бери, вот эти вот хорошие. Они хорошие, они дорогие, но они не для скандинавской северной ходьбы. Так, хорошо. Давайте вернемся все-таки к дыханию. К дыханию. Очень важно нашему Виктору. Давайте. Вообще в правилах, когда признали видом спорта все-таки, спортивный туризм, северная ходьба, в правилах написано, что идти попеременно, отталкиваясь правое-левое в противоход, то есть это естественная ходьба, но просто с применением специальных палочек. Поэтому, как следствие, и дыхание, оно естественное. Насколько вы можете дышать при такой-то скорости? То есть насколько вы готовы уже? Потому что это вид физической активности достаточно такой хороший, интенсивный. Глубина может быть увеличена? Может быть, с увеличением количества мышц, которые у вас будут работать. То есть если вы сейчас первый раз встанете с дивана, придете ко мне, найдете меня, я вам подскажу, какие палочки. Я вам дам свои замечательные палочки, допустим. А сколько вы готовы физически? Если вы уже готовы, хоть немножечко, вы пойдете в одном темпе, с одним количеством мышц, потом потихонечку вы, возможно, добавите, а, возможно, сразу у вас прямо так вот раз, и тело вас примет. Я предлагаю за кулисами потренировать... Да, я тебе только-только что хотела предложить взять уроки у Виктории Викторовны, и для этого нам надо прерваться ненадолго. Но вы не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся к вам. В пятницу в Самарской области ожидается облачная погода. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Днем плюс 7, плюс 13, ночью 2,7 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7,12 метров в секунду, местами порывы до 18. На севере и западе в дневное время плюс 7, плюс 12, на востоке и юге плюс 8, плюс 13. Погода в Самаре ожидается пасмурное днем плюс 6, плюс 9, ночью 2,4 градуса тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74,80%. Снова доброе весеннее утро губерния. Мы продолжаем праздновать день пешком на работу. В студии ведущий Виктор Стебли. И Виолетта Маджар. И сегодня, 5 апреля, день, когда нужно больше времени совершать пешие прогулки и поменьше сидеть. Кстати, считается, что длительное сидение замедляет обмен веществ. А это негативно влияет на способность организма регулировать уровень сахара в крови и артериальное давление, расщеплять жировые отложения. Зато преимущества пеших прогулок трудно переоценить. Они позволяют укрепить здоровье и общее состояние организма. А исследования показывают, что ходьба пешком способствует снижению вероятности заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями в 3 раза. Еще они помогут помочь частично заменить спорт, продлить молодость и поднять настроение. Давайте спросим у жителей нашей губернии, как часто они совершают пешие прогулки. Может быть, кто-то, как и ты, Виктор, тоже ходит на работу пешком? Посмотрим. Ночью очень часто я совершаю прогулки под музыку. Очень прям атмосферно, когда люди еще так одеваются красиво. Смотрю на людей, восхищаюсь, какие у нас в Амаре красивые люди. Почему ночью? Утром, например, дела, когда под ночь можно выйти и подышать свежим воздухом, посмотреть на людей, восхититься архитектурой. Каждый день. Каждый день. На какие расстояния? На близкие, на дальние? Ну, от 3 до 5 километров я хожу на тренировку с тренировки. Ну, в целом в день, ну, если считать по шагам, где-то около 14 километров в 10. Ого, зачем вам такое большое прохождение километров? Ну, спорт – это в целом хорошо, а движение – это жизнь, поэтому если есть выбор между транспортом и пешком, то я выберу пешком. При любой возможности. Как только такая возможность появляется, я обязательно хожу пешком. И снова доброе утро, друзья. Мы продолжаем. И сегодня мы рекомендуем пройти вам не только пешком до работы, но можно даже и на велосипеде. Вот как я сегодня, вот в этом шлеме, еще не вышел из образа. А у нас сегодня в гостях Роман Еренкин, руководитель спортивно-туристического клуба «Вело Самара» и Юрий Автонеев, судья авто- и велогонок. Верно? Доброе утро! Доброе утро! Простите, пожалуйста, Виктор украл у вас шлем наглым образом. Нам не жалко. Это велосипедный, правильно? Я в образе. В образе. А он обязательно необходим, если мы садимся на велотранспорт? Мы настоятельно рекомендуем, потому что он спасает в первую очередь вашу голову. Да, в ПДД он не прописан, как обязательно, за это не штрафуют, но мы рекомендуем и младшим, и тем, кто опытен. Ситуации бывают разные. Когда открытие сезона? Велосезона. Так уже он и не закрывался. Да, у нас был дивный, мы просто сменили. Нет, у нас такой выезд будет 20 апреля. 20 апреля. Да, притом не вот в обычном формате, когда мы большой колонной, там с площади, с лавой стартуем. Нет. Мы в этом году решили посмотреть, как сами участники самоорганизовываются и могут в рамках своих групп правильно ехать по дорогам. Ну, а место общего сбора будет в Крумычево лесу. То есть, расскажите, как это будет происходить? Каждый со своего адреса будет стартовать и встречаться на финальной точке? Есть группы, которые за прошлое лето образовали, кто-то уже давно какими-то компаниями ездит. И вот мы хотим, чтобы они сами показали, что они индивидуально могут красиво, аккуратно ехать по правилам, подавая пример остальным. А могут? Могут. А те, кто не могут, мы для них укажем десятников, инструкторов, которые подскажут, покажут и готовы будут их встретить и сопроводить. То есть, сама рыдоточка сбора в лесу, они все передвигаются самостоятельно. Да. Соответственно, по одному или по 10 человек, неважно, но они будут двигаться по проезжей части. Да. А как двигаться по проезжей части правильно во время... Ну, смотрите, во-первых, как бы это ни было удивительно для некоторых, да, велосипед это транспортное средство. Он имеет полное право двигаться по проезжей части, с учетом, что водитель велосипеда, это человек, которому есть уже 14 лет и более. Ну, и, конечно же, он себя уверенно чувствует и знает правила дорожного движения. Край проезжей части нам для этого предоставлен. Край проезжей части мы едем по направлению с машиной или навстречу машине? Да, по движению велосипеда, это как транспортное средство, поэтому мы едем по основному потоку. И, собственно, светофоры, а также пешеходные переходы, все мы это пропускаем, останавливаемся. Если мы сворачиваем, то обязательно рукой показываем, куда. Вот, самое главное. Юрий, расскажите, а какая у вас основная задача вашей деятельности? Что такое судья? Судья велоспорта, что вы оцениваете? Я провожу хронометрирование соревнований, то есть у нас велосипедисты едут по кругам, нас проводят в рамках нашего клуба велосоревнования, и мы проводим запись номеров и сверку времени, кто с какой скоростью прошел, скажем так, круг спортивный. Также проводится осмотр велосипедиста, может, в любом, быть допущен до старта. Именно в наших соревнованиях шлем уже обязателен, то есть без шлема мы не допускаем до старта. Проверяется техническое состояние велосипеда и, ну, также рассматриваются, если очень редко это бывает, но, возможно, какие-то конфликтные ситуации, то есть принимается решение, кто прав, кто виноват. А вы говорите о том, что есть хронометрирование участка. А участок, он какой? Там километр, два, пять километров? Зависит, ну, у нас гонки проводятся кросс-контрейные, это в лесу. Участок обычно в районе пяти километров, то есть по полупересеченной местности. Но также у нас проводится туристическая велогонка, тур по краю, где у нас огромная дистанция, под сотни километров, там на целый день люди уезжают, да, собирают все точки и к вечеру возвращаются. Там вот уже хрометрирование ведется не на минуты, не на секунды, а целым днем. А вот за какое количество времени можно проехать по эти пять километров, вот эти самые? Мы понимаем, что это не по асфальтированной дороге, правильно, человек? Да, это по пересеченной местности лес. Зависит от уровня подготовки. Самые, как мы называем, лоси, они у нас проезжают по лесу, так как это их стихия, там за 15 минут 10 могут проехать. Ну и дальше уже по состоянию. Некоторых хватает на один круг. То есть 10-15 минут это классный результат? Да, это хороший результат. Профессионал, который умеет управлять своим велосипедом, работать с весом на нем и знает, как проехать это время. Прекрасно. Наверняка в велосообществе есть тоже правила хорошего тона, поэтому уступаем место рубрике «Этикетка». Давай. Некоторые правила «Этикета» способны сделать нашу жизнь не только гармоничной, но и более безопасной. Это касается правил поведения в общественных местах. Кто первым заходит в лифт и спускается по лестнице, узнаем сегодня. Доброе утро, Анастасия. Доброе утро, Татьяна. Давайте начнем с лифта. Если стоит мужчина и женщина, кто заходит первым? По правилам «Этикета», скажем так, недавним, должен был заходить мужчина, и тем самым показывая тем, что лифт безопасен. И если лифт не обрушился, пусть простят мужчины за черный юмор, то дама может заходить в лифт, то есть он безопасен. Но с тем фактом, что лифты стали более безопасны, поменялось правило «Этикета», это буквально происходило в рамках, наверное, пяти лет, что дама заходит в лифт первое. Поскольку, да, поскольку, повторюсь, он стал безопасным. Но боюсь, что многие мужчины и не знали то правило, и это, и пропускали дам вперед. По привычке, скажем так. Да, то есть вот как бы они и не знали. Но бывает такое, когда перед лифтом там целая очередь, например, 3-4 человека, тогда как поступить? Когда, естественно, много людей, то заходит тот, кто первый стоит у лифта. Да, это, как правило, ведь такое, это действительно общественное место, когда пара стоит перед лифтом. Но в любом случае, допустим, если правило «Этикета» знакомо, то по старому правилу это мужчина зайдет. Но фактически сейчас это безразлично, не имеет значения. Если мы уже оказались в лифте, допустимо ли просить кого-то нажать кнопку вызова своего этажа, или человек сам должен предложить тебе помощь? Если кнопка далековато от вас, и вы не можете к ней пройти, то с точки зрения даже безопасности всех, и в том числе и вас, нужно попросить. То есть даже не можно, а нужно попросить, потому что пробираясь, вы создадите здесь комфорт остальным. И само оно небезопасно, такое продвижение будет до кнопки. Поэтому мы просим, да, и люди, собственно, должны откликаться и нажимать кнопку, нужную нам. А инициативу стоит проявлять в этом вопросе? Вы знаете, можно тоже, потому что тогда, когда человек... Но это не обязательно, это как бы такая некая дополнительная забота, но и одновременно как бы вторжение. То есть человек сам заботится о себе, да, то есть у него есть доступ к кнопке. Вот, ну, это может быть и так, и так. Здесь такое некое вторжение в пространство, если человек уже интересуется, какую кнопку вам нажать, если человек не знаком. Но, наверное, у нас вопрос, зачем он спрашивает. Да, хорошо. Если мы доехали до нужного этажа, что дальше делать? Кто должен первым выходить? Дама. Всегда дама. Это устойчивая почва. Дама никуда не обрушится, поэтому смело выходит первое. Ну, давайте представим, что лифт все-таки обрушился, и нам пришлось воспользоваться лестницей. Как спускаться по ней? Хорошо, если лифт без нас обрушился, допустим. Да. И если мы говорим о даме со спутником, то спутник идет на полшага впереди дама. И, понимаете, спускаясь, я вот подчеркиваю, не на шаг, не на два, а вот на полшага, чтобы в случае, если дама оступилась, спутник мог ее подхватить, поддержать, подхватить, поймать кому как нравится. И тогда, собственно говоря, осуществляется то вот такое правило, именно функции правой руки, правило правой руки, что дама справа. А подавать руку в каких ситуациях следует? Несколько некомфортно по лестнице подниматься, но, опять же, если паре комфортно подниматься, держась за руку, то это не запрещено. Если наша дама только пришла из магазина, у нее руки полные пакетов, должен ли мужчина оказать ей помощь в этой ситуации? Просто подхватить эти пакеты? Обязан. Конечно. Это такое очень правило, распространяющееся всегда на века. Конечно, забрать из рук дамы лучше, если он сопровождал ее с тем, чтобы помочь эти пакеты донести, потому что вы сказали, вот все в руках, и, соответственно, уже беспокоишься, тяжело ли было вообще, как она дошла. И, конечно, помочь потом снять верхнюю одежду, конечно. А если это незнакомый мужчина, это будет считаться вторжением личным? Вот, когда пакеты и незнакомость, здесь все опционально, потому что, конечно же, мы носим свои вещи сами. И если очевидно, например, чемодан в самолете, да, и такой лайфхак, когда мы стоим со своим чемоданом и думаем, как бы его закинуть на верхнюю полку, вот тут оказывается как раз мужчина, который и помогает это сделать. Как полосу в стол. Ну, здесь вот надо проявить терпение и не пытаться закинуть самой. Хорошо. Все-таки еще хотелось бы вернуться к нашей лестнице. Берила. Пользуемся ли мы ими по назначению или они для какой-то возрастной категории? Вы знаете, мы же можем быть в такой обуви, которая критична для перемещения по лестнице. Да, это, например, высокий каблок. Конечно, я бы рекомендовала придерживаться. Здесь вот какая вещь важна, чтобы наше такое держание за перила лестницы не демонстрировали наше бессилие или совершенно физическую неспособность перемещаться. Потому что, конечно, в публичном пространстве мы демонстрируем активность, готовность. То есть вот опирание и сползание по лестнице держать за перил, конечно же, я бы не рекомендовала. То есть это должно выглядеть элегантно? Ну, конечно. Но элегантно или в случае, да, мужчин, это просто мы, он тоже может временами, да, придерживаться, если считает необходимым в какой-то момент, да. Но, конечно, мы... И лестницы бывают разные, да. Да, придерживаться это неиспрещено. Угу. В общем, хорошо. Спасибо за это. Спасибо. Роман Ерёмкин у нас в гостях, Юрий Автанеев. Говорим про велоспорт. Велоспорт – это жизнь, я считаю, правда? Да. Правда. Расскажите, какие планы на грядущий сезон, какое самое масштабное событие готовите? Ну, наверное, самое масштабное ближайшее событие – это соревнование «Тур по краю». Это многодневка, вот, где участникам предстоит, там, Безенчуковский, Приволожский район, Хворостянский за три дня, ну, там, кому-то за два дня, в зависимости от категории, найти различные памятники в населённых пунктах, сфоткаться на их фоне и прибыть к месту финиша. Это такой квест, получается, да? Да. Ориентирование, да. Притом здесь не только то, что мы дали координаты, они ищут, мы просто даём название населённого пункта и какой там есть памятник. То есть нужно проложить самим маршрут до этого населённого пункта – асфальт, лес, поле, надеем, снег уже сойдёт, вот, найти языка в этом населённом пункте, тот, который знает об этом памятнике, потому что бывает так, что и не знают, и найти путь до этого памятника, сфотографироваться и ехать так к следующей точке. А насколько это безопасно? То есть человек сам принимает участие, правильно? Да. А для новичков, наверное, вы не берёте в таком штабном путешествии? Нет, у нас есть категория для новичков, но подразумеваются новички, которые, ну, хотя бы могут проехать 50 километров в день. Ну, то есть вы контролируете людей, которые… Да, мы дистанциями контролируем их подготовлены. Да, которые принимают участие. У нас есть вечерний общий лагерь, то есть мы ночуем в палатках. А, то есть вы все в конце дня должны собраться на одной точке, провести перекличку, все ли доехали. Да, и, соответственно, у нас курсирует так или иначе технический автотранспорт, который по радиосвязи так или иначе имеет некое понятие о том, кто где находится. Вот, потому что, да, были случаи эвакуации, потому что поломки велосипеда. Ну, да, да, это обычно туристические моменты, которые опыт нарабатывается, он используется. Хорошо, Юрий, скажите, а сейчас как? Приток новой аудитории или, может быть, отток велоспортсменов? Пребывают, очень много ребят увлекаются данной тематикой, в том числе за счет нашей какой-то деятельности популяризационной. Конечно. Путешествовать любят, много спрашивают, как можно зайти. Многие думают, что это очень дорого, хотя мы показываем, что вот ваше вложение – это только ваша безопасность в виде шлема и велосипеда. То есть даже на обычном простом велосипеде можно участвовать, тем более в такой гонке, как туристическая гонка, потому что там больше уже даже работает не скорость, хотя она тоже важна, но иногда бывает выгоднее даже некоторые точки пропускать, потому что штраф выгоднее сбора этой точки. Поэтому там больше работает голова, что интересно ребятам, и они включаются. Ну а потом эти маршруты они используют уже не в спортивном формате, а с дружественными выездами и в легком и медленном режиме изучают эти красоты. Ну да, я думаю, что, наверное, у велосипедистов нет цели победить, есть скорее цель пообщаться и взаимодействовать друг с другом. Слушайте, ну очень здорово. Новичков принимаете? Конечно. Мы, кстати, прямо сейчас с вами неожиданно, но верно подъехали к сюжету Марина Баркова. Посмотрим вместе? Рассмотрим. Знакомьтесь, Джастин Галерома. Представитель редчайшей породы тайский риджбек, еще будучи щенком, начал завоевывать титулы в России, Казахстане на конкурсах от Российской кинологической федерации. Сейчас породистый красавец продолжает улучшать форму и осваивать хорошие манеры. Тайский риджбек – это аборигенная собака, то есть это собака, в которой не участвовал человек. Особенностью у них является вот это вот на спине ридж. Это получается, ну вот если посмотрите, видно, шерсть идет против. Мы же привыкли, что собачка, шерсть у нее вся в одну сторону, а у них вот именно должна быть полоска против шерсти. Почти год на тренировках Джастин готовится достойно представить редчайшую породу в старшей возрастной группе. У него чемпионство, так скажем, молодой собаки, а сейчас он уже выходит во взрослый класс и, соответственно, будем закрывать взрослые чемпионства. Когда во взрослом классе соберешь чемпионство, можно продолжать ходить, если это интересно, если это нравится хозяевам, собаке. То есть есть собаки, которым действительно нравится выставки, вот эта вот вся обстановка. И которые с удовольствием будут ездить. Занимается с Джастином семья Никулиных. У младшенькой Златы опыт хендлерства исчисляется с рождения. Бабушка, кстати, тоже хендлер и ветврач. Злата уверенно дебютировала в конкурсах еще в пять лет. В следующий раз она вошла в пятерку лучших хендлеров, так скажем, в конкурсе. Но она там была самая маленькая. Среди взрослых пятое место, но я считаю, что это отличный результат. То есть она выводила незнакомых собак. Как раз-таки вот в этот момент она выводила незнакомую собаку, афганская борзая. Это собачка, с которой нужно пробежаться, хорошо пробежаться. И было, наверное, приятно, когда люди за рингом стояли и говорили, что смотрите, какой контакт у девочки с собакой. Как они здорово бегут. Ну и вот тоже это было здорово. У Татьяны Никулиной в попечении единовременно бывает до 30 питомцев. Она одинаково хорошо справляется с разными породами. В питомнике немецких овчарок у нее 20 собак. И отдельно взятые чемпионы типа Джастина время от времени требуют тренерского внимания. Считается, допустим, самыми сложными в показе как раз вот немецкие овчарки, наверное, доберманы, боксеры. То есть у них своеобразный показ может быть. Ну, а овчарка – это однозначно своеобразный показ. То есть там и выставки, если брать это, ну, именно по породе, монопородные выставки, то они уже проходят отдельно от всех выставок. Ну, то есть у других пород, как правило, монопородки проходят, ну, когда всепородная выставка, где все породы. И, соответственно, там же и монки проводят. У овчарок нету, у овчарок это где-нибудь на стадионе проходит. То есть это большой ринг, большой круг, много бегать. То есть, ну, должна быть хорошая физическая подготовка. Как у собаки, так и у хендлера. Марина Баркова, Сергей Костин. Программа «Утрогубернии». А наша программа подходит к концу. Желаем всем отличного пешего дня. Сегодня с вами праздновали день пешком на работу и узнавали о пользе ходьбы. Виолетта Маджар. И Виктор Стеблев. До встречи. Ну все, я вызываю такси, тебе вызвать? Нет, я пешком пройдусь, ты меня вдохновил. Ага. Субтитры подогнал «Симон»!